Вы купили себе маленькую гортензию, и теперь я вам расскажу, как ее посадить в грунт. Делаем небольшую посадочную яму, примерно 30 на 30. Наполовину заполняем ее кислым торфом, и немножко я добавляю всегда песка. Оставшуюся половину мы заполняем нашей огородной землей. У меня грунт очень тяжелый, именно поэтому я добавляю еще песочек. Если у вас песок уже есть в грунте, то песок не обязательно. Все хорошенечко перемешиваем, это тоже важный момент. И проливаем нашу посадочную яму очень сильно хорошо, чтобы у нас получилась грязь. Одной рукой придерживаем растение, другой обжимаем горшок и достаем корневую. Корневую нужно очень хорошо расправить, это очень-очень важно. Именно после этого корешки у нас пойдут расти очень хорошо в разные стороны. Устанавливаем наше растение посередине лунки и добавляем земли, потому что она немножечко оседает после полива. Все хорошо прижимаем и смотрим, что растение оседит ровно. Теперь можно полить сверху и вокруг лунки. Никогда не бойтесь залить растение при посадке, потому что вот именно в грязь посадить, вот еще раз покажу вам, именно в грязь посадить, это один, наверное, из самых важных этапов в момент посадки. Потому что там не остается воздушных карманов. И будет очень здорово, если вы чем-нибудь замульчируете свои картинзии. Я очень люблю использовать кору. У меня лиственница некрупная такая, средняя, прям таким хорошим толстым слоем. А возле самих стволиков там поменьше слой коры, чтобы просто не поранить растения, потому что они еще маленькие, еще хрупкие. Теперь хорошо-хорошо проливаем все снова. Кора напитается влагой и хорошо распределится по грядке. В эту клумбу я высадила гортензию полистар, берель скрилет и 5 кустиков лаванды. На переднем плане у меня еще пиксио и несколько тысячелестников. Барсик пришел проверить и пожелать вам хороших посадок.